Первый советский искусственный спутник Земли. Эта точная копия его экспонируется в павильоне Академии наук СССР Всесоюзной промышленной выставки. Здесь можно получить наглядное представление о полете маленькой Луны вокруг земной орбиты. В своем стремительном движении искусственный спутник совершил уже сотни кругосветных путешествий. Принимая широкое участие в проведении Международного геофизического года, советские ученые запустили в космос еще одну летающую лабораторию. Второй искусственный спутник оснащен сложной научной аппаратурой. И на нем первый путешественник, собака Лайка. Естественно, что это событие вызвало глубокий интерес мировой общественности. На пресс-конференции в Государственном комитете по культурным связям с зарубежными странами собралось более 150 советских и иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Открыв конференцию, академик Бардин сделал сообщение о новых методах исследования космического пространства с помощью ракет и спутников. Доктор наук Покровской рассказал о том, как тренировали для полета собаку Лайку. Прежде чем послать ее в космос, ученые разработали специальную аппаратуру и испытали ее при запуске ракет с животными на высоту до 200 километров. На конференции были заданы многочисленные вопросы. Член-корреспондент Академии наук Федоров выразил горячую благодарность ученым всех стран, принимающим широкое участие в наблюдении за искусственными спутниками Земли.